Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Охота и рыбалка в Якутии» и я ее ведущий Александр Борисов. Наш гость Георгий Гаврилев, заместитель директора НТК Якутия, начал охотиться с 13 лет. Владелец пяти единиц оружия, любимый вид охоты на водоплавающую дичь. Самый ценный трофей для Георгия – полярный волк, добытый в прошлом году. Недавно в городе Москве состоялась международная выставка об охоте и рыбалке. И из республики Саха-Якутия принимала участие национальная туристическая компания «Якутия». И сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора этой компании Георгий Гаврилев. И мы попросим его о том, чтобы он рассказал об этой выставке, сколько было здесь регионов и вообще как проходила выставка. Значит, с 26 февраля по 2 марта в городе Москва в выставочном центре «Кругус-Экспо» проходила специализированная международная выставка «Охота и рыбалка-2009». Значит, это ежегодная выставка. Она уже не первый раз проводится и пользуется довольно большой популярностью. В ней, как правило, принимают представители регионов со всей России. Она разбита на 2 секции. Это «Охота» и «Рыбалка». И в рамках этих секций охотничьи и рыболовные хозяйства, предприятия, магазины представляют свою продукцию. То есть мы выставили стенд в секции «Рыбалка», потому что мы в основном в этом году планируем организовывать рыболовные туры. Это в основном были представлены туры по реке Леня и ее притоках, а также по реке «Рыбалка» на реке «Оленек». Значит, 5 маршрутов мы представили рыболовных, а также были предложены охотничьи туры по территории республики. Это охота на гуча, на лося, на снежного барана, а также некоторых интересует охота на зайцев и так далее. То есть есть специфические туры, которые мы можем предлагать по запросам клиентов. — Вообще выставка проходила как представление туристических маршрутов, или же все-таки и трофеи были, и оружие было выставлено, ножи и так далее? — Да, там очень широкий спектр товаров был предложен, начиная от ножей, ружей, туристического рыболовного снаряжения, блесна, спиннинги, удилища. Также туристические компании предлагали свои рыболовные и охотничьи маршруты. То есть там был представлен очень широкий ассортимент различных чучела, начиная от слонов, заканчивая маленькими животными. Там принимали участие такие гранды туристического бизнеса, как Safari International, который организует туры в Африку, в другие континенты, там Австралию. И среди прочих мы тоже выставили свой стенд и представляли нашу республику и наши туристические маршруты. — Ну, видимо, сейчас туристические компании, они больше стали, видимо, влиять на ход прохождения вот таких охотничьих выставок, наверное, да? И, ну, лет 5-7 назад, может быть, их присутствие там было небольшое. А сейчас, видимо, несмотря на кризис, вот очень много таких компаний участвует, да? — Да, я с вами согласен. И помимо того, в связи с последними событиями, там, мировым экономическим кризисом и так далее, все больше российских туристов предпочитают отдыхать здесь, внутри России. — Внутри страны. — Да, внутри страны. И Якутия — один из тех регионов, который вызывает огромный интерес у людей. В нашем регионе очень хорошая природа, очень много хороших мест, которые мечтают посетить многие любители охоты и рыбалки. Наш регион по праву можно назвать туристическим раем, желанным, но труднодоступным. Поклонникам комфорта здесь делать особенно нечего, но настоящего туриста не остановят никакие преграды. Наши гости, закаленные поисками приключений, увлеченно покоряют необъятные пространства Якутии. Чистые воды рек и озер, нетронутые леса до самого горизонта и ветер странствий, навевающие суровые скалы — все оставляет глубокий след в сердце каждого путешественника. Особенно привлекательна Якутия для любителей охоты и рыбалки, например, туры по реке Оленек. Еще наши предки охотились здесь на детих оленей, поджидая стата на переправе. За несколько веков остался прежним миграционный путь. Все так же олени совершают путь к своим пастбищам по этой быстрой реке, и современный человек может почувствовать себя древним охотником, добывающим пропитание семье. Ловля тайменя давно стала стандартом спортивного рыболовства. Здесь, на Диком берегу, рыбакам всегда сопутствует удача. Поохотиться на чуткого и быстрого чубуку приезжают со всего мира. Это достойный трофей для любой коллекции. Только настоящий следопыт, неутомимый и осторожный охотник, может несколько дней подряд преследовать снежного барана по ответственным неверным скалам. Спортивная охота и рыбалка в условиях Якутии – не просто один из видов отдыха. В какой-то момент, как признаются бывалые путешественники, наступает полная релаксация, погружение в мир солнца, воздуха, земли, естественной в своей красоте и постоянстве. Вот ради этого и стремятся люди выбраться из душных городов обратно, домой, к матери природе. Георгий, наверное, интересный для всех вопрос. Вот наши любители охоты и рыбалки, наверное, хотели знать, каким образом вы доставляете их из Якутска, допустим, до ваших баз, для рыбалки, для проведения охоты. Ну, в основном это авиатранспорт, это перелеты, например, до Жиганска, до Тикси, до Хандыги, это самолеты типа Ан-24, Ан-26. Либо для более экономного варианта, это до базы на реке Дянушка, добраться можно речным транспортом. Он более дешевый, но он чуть-чуть продолжительнее. Это на катерах, на катерах с выдушной подушкой мы будем делать заброску с Якутска до непосредственно базы на реке, на устье реки Дянушка, на реке Лены. Вот какие специфичные виды охоты сегодня может предложить ваша компания? Ну, мы можем предложить охоту на снежного барана Чубуку и на лося. В принципе, две эти охоты примерно для туристов по стоимости будут одинаковые. Но тут есть специфика в том, что сейчас планируется введение моратория в районе Колымы, где обитают крупные лоси, которые пользуются наибольшим интересом у любителей охоты из России, как и за пределов России. И поэтому мы пока ждем решения. А по снежному барану, в принципе, мы готовы организовать охоту. Конечно, на это все у нас будет, имеется лицензия и так далее. Все будет в рамках закона. И для любителей горной охоты, в принципе, можно приехать в Якутию. То есть, так же и для жителей нашей республики можем организовать выезд на горную охоту. Мы в плановом порядке объезжаем улусы, районы, в которых есть определенный интерес. И мы, как туроператор, можем более грамотно составить тур, например, снабдить дополнительным каким-то туристическим снаряжением маршрут, чтобы уровень тура все-таки соответствовал общепризванному российскому, как минимум. И в этом плане мы очень рады сотрудничать в лусах как с частными лицами, так и с турагентствами, которые будут организовать маршруты, и впоследствии мы будем их реализовывать и претворять в жизни. Организованный туризм хорош еще тем, что ответственность несет организатор тура. Поэтому к заботе о безопасности человека и природы подход профессиональный. Совершенно другая картина вырисовывается, когда туризм дикий. Иногда совсем уж дикий. Это точно знают сотрудники комитета по охране природы, выехавшие на очередной рейд. Любимые народом вылазки на природу также в какой-то степени туристические маршруты. И вот что оставляют после себя веселые компании. Есть и такие, что не ленятся вывезти строительный мусор, как вот здесь, в местности Юсхатын. Еще одна проблема создания очагов возгорания. Сколько лесных пожаров заполыхало от вроде безобидной тлеющей головешки. А ведь правильно развести костер, значит избежать многих неприятностей. Перед тем, как развести лесу костер, надо найти хорошее место подходящее. И как в нашем случае, надо снять верхний слой дерна, чтобы огонь не распространился там. Обязательно надо вот так по кругу обволовочку сделать, чтобы тоже ветром не сдуло. Сейчас сухое самое время, пожароопасное. Здесь костер, то, что надо там сварить, приготовить еду. И после этого обязательно потушить, закопать, залить водой, убедиться, что нет огня. Ну и обязательно надо следить постоянно за костром. К сожалению, все вышесказанное относится не только к любителям пикников, но и к некоторым охотникам и рыбакам. Природа щедро делится с человеком своими дарами, а относиться к ней бережнее вполне в наших силах. Просто как следует потушите костер и увезите за собой мусор. В последние годы Якутия ассоциируется с рыбой таймень. То есть это вип-рыбалка, которая в основном нацелена на спортивную рыбалку именно на таймени. В принципе, Якутия богата другими видами рыбы. То есть это ленок, ленок, хариус. Ну это основные виды рыбалки, которые ловятся на спиннинг и пользуются большим интересом. Также у нас есть арктический голец, нельма, ленский осетр и так далее. То есть огромное количество рыбы. И у нас особенность рыбалки в Якутии, у нас как обычно люди приезжают на рыбалку. И они, например, могут наблюдать диких оленей на природе. Либо вот наши природные ландшафты какие-то там, оленекские столбы и так далее. Это очень красиво. И даже несмотря на то, что это довольно дорого, тем не менее люди с охотой приезжают к нам. И наша цель в дальнейшем все поставить, все организовать таким образом, чтобы все желающие к нам приехать, приехали к нам. И чтобы организация нашего сервиса рыбалки была на высоком уровне. Потому что есть, к сожалению, печальные опыты, что некоторые рыбаки-охотники имели нехороший опыт, негативный, можно так сказать. И мы должны все это исправить и сделать все на высшем уровне. То есть мы должны сейчас себя позиционировать так, чтобы наши гости, клиенты, можно так сказать, туристы, которые приезжают к нам на охоту и рыбалку, чувствовали себя не хуже, чем, например, в других регионах, как минимум, в России. Так как цена тура, она находится на мировом уровне, мы должны все-таки ориентироваться на мировый уровень. Ну, я думаю, что вы ориентируетесь сегодня не только на такой внешний туризм, да, то есть заезды извне, но и, наверное, внутренний, да, все-таки. Как у нас в республике обстоит дело вот с таким туризмом, охотничьим и рыболовным туризмом внутри республики? Есть желающие выехать там корпоративно, так, семейно и так далее? Как это обстоит? В принципе, интерес есть. В планах нашей компании в этом году создать рыболовную базу на реке Дянушка, на которую мы планируем также привозить наших местных рыбаков и любителей там активного отдыха. То есть это будет палаточная база, которая будет полностью всем обеспечена, там будет электричество, туалет, то есть все удобства, столовая. То есть люди, которые туда приезжают, им достаточно будет взять с собой лишь рыболовные снасти и какие-то личные вещи там, спальный мешок и средства личной гигиены, все. То есть мы максимально должны делать так, чтобы человек мог приехать и отдохнуть. Все, то есть река Дянушка, это как бы приток реки Лена и находится, в принципе, где-то в 10 часах езды на катере от города Якутска. Тостах – одно из красивейших мест на земле. Это особо охраняемая территория, примечательная прежде всего памятником природы, горами и селях. Так называемый ресурсный резерват Туастах славится еще и своей рыбалкой. Одной из достопримечательностей реки Туастах традиционно считаются такие ценные виды рыб, как сик, хариус, ленок и таймени. Спиннинговая и рекреативная ловля рыб на реке Туастах пользуется большой популярностью среди рыбаков. Здесь нередкость таймени, достигающие 30-40 килограммов веса. И только здесь, утолив рыболовный азарт, можно не просто обозревать окрестности, но и поистине прикоснуться к тайне вечности. Для восхождения на священную гору киселях нужно проплыть 8 километров от турбазы до подножия горы. Затем пешим ходом преодолеть еще 8 километров до палаточного городка. И только потом туристы поднимаются на Большой Киселях, гору с высотной отметкой 1081 метр. Оказавшись на вершине, поневоле веришь, что ты в энергетическом центре планеты. Причудливые скалы, статуи созданы, кажется, не ветрами, а велением божеств. Великая тайна каменных извояний киселяха волнует самое рациональное мышление. Неясный глуп, волос ветра и вечности шепчет свое каждому путнику. В древности подниматься на гору разрешалось только шаманам. Даже просто задержать взгляд на каменных извояниях считалось прегрешением. Однако гора принимает тех, кто пришел к ней с добрыми намерениями, кто хочет очищения и покоя. Здесь, на вершине, никогда не угадаешь, что произойдет даже через 5 минут. Только что залитое солнцем пространство и почти сразу разбушевавшаяся непогода, дождь, смывающий даже мох с камней. Георгий, поскольку у нас передача о охоте и рыбалке, как сам ты относишься к охоте и рыбалке? Ну, я как про себя могу сказать, что я огромный любитель, ну, фанат, можно сказать, охоты и рыбалки. С детства вот меня отец приучил, как пользоваться рождем, как находиться в лесу, как разводить огонь, там, ставить палатку и так далее. И у меня это вызывает у самого личного огромный интерес. У меня есть свои ружья и так далее. Я ежегодно езжу на охоту, на рыбалку. У меня вот круг моих друзей, все мы вот этим делом занимаемся. И с года в год все больше интерес. Также у меня сейчас растут дети, и я тоже своих сыновей воспитываю в таком же духе, чтобы они с детства любили природу. Также у них вот этот якутский дух охоты оставался. И считаю, что каждый, в принципе, мужчина, он же как бы добытчик. И хотя выездом на охоту мы особо, типа, себе не добываем на охоту, но все-таки вот этот наш генетический, генетическая вот эта особенность у якутов, которая как бы требует, чтобы, например, каждой весной мы выезжали там организованно на охоту, рыбалку, отдыхали. Да, спасибо, Георгий. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Да, я так только считаю. И мы в скором времени, после определенных каких-то важных мероприятий на тему охоты и рыбалки, опять же, встретимся и поговорим. Спасибо. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok